Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Как говорится, уже 14 января, пол, пол января пролетело! Новый год, новые планы, и вот, знаете, такое знаковое письмо ко мне пришло. Пишет мне Андрей, что у него все нормально, если можете, то с удовольствием получил бы ваши книги, подписанные на мое имя. И я подготовил книги, то есть я не просто напечатал книги, а их еще, вот здесь сейчас они будут, я еще подготовил их уже для печати. То есть я сам сделал работу автора, верстальщика, вот, бери, печатай, ну так как с печатанием это связывается с типографией, да и так далее, заморачиваться там, короче. Но, что я сам могу сделать? Я могу их сделать в таком PDF формате, то есть вы на компьютере, даже на телефоне, на том же, возможно, даже, или, наверное, скорее всего, нет. Вы можете их смотреть, читать, пользоваться. И вот, смотрите, как раз я подготовлю для него книжку для Андрея. Он, значит, просит самолечебник 21 века, потом книжку индивидуальной конституции, золотые правила питания, заканчивое водолечение, здоровый позвоночник. Второй позвоночник надо подготовить, переработать, там, еще, и плюс, оттуда не вместена гравитационная гимнастика, которая сделала меня, мой позвоночник супер-дупер. Лечение керосином, тадикампом, так, так, я знаю, каждую книгу вы выстрадали, хотел узнать, как можно было подписание книги на мое имя. Так, действительно, выстрадал, написал, большую работу произвел. Вот, и сейчас, когда я лишний раз, знаете, просматриваю ту же книгу, вот, «Основы здоровья» одной книги, ну, не то, что я там поражаюсь, что это было написано мной, какой огромный материал, и в результате вы получаете, получаете вы всю необходимую информацию о поведении, здоровом образе жизни. Здесь даже есть травы, трава лечения, ну, 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 все, 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 все. Дальше, «Онкология», «Записки голодающего», «Инотерапия», «Основы здоровья» одной книги, и так. И, как бы сказать, и такой вопрос, я сразу же ему отвечу, возможно, кого-то это заинтересует. Значит, операция по замене левого колена, значит, его мама упала, сломала правую щиколотку, опять операция, вставили ей в район щиколотки металлические штыри, у нее там постоянные отеки, опухла щиколотка, боли уже год, как операция на щиколотку была. Хирургизирует руками, руками, что можно ей посоветовать. Можно посоветовать, знаете, у кого-то, вот такие вот манипуляции со вставлением штырей, они проходят нормально, но, насколько я знаю, вот тот же Власов, ему делали эту операцию на спине, вставляли металлическую пластину, эта пластина там прижилась, он там ходил, потом ее, повторная операция, эту пластину выдалбливали назад. Зачем, что, я даже как-то не пойму. И Лейсан Утяшева, это гимнастка, художественная гимнастика, там как раз я немножечко так поинтересовался, у нее были проблемы, значит, какие-то там микропереломы, вот как раз вот этого голеностопа от физических нагрузок, и человек не мог заниматься. Ей сделали операцию, вставили вот эти вот штыри там, якобы все это хорошо, ну, по логике, да, вроде как она скрепила, но организм это совершенно иная конструкция, конструкция, нежели просто, знаете, механическая, она должна быть цельной, без разного рода посторонних включений, и в результате у нее не было полноценного заживления. И вот после того, как у нее удалили эти штыри, все зажило, и она начала заниматься, и, как бы сказать, все там восстановилось. Поэтому, что здесь, что здесь, еще разок хочу сказать, вот у кого-то прижились, и вроде как нормально, а у кого-то вот не прижились, что, значит, надо удалить эти штыри. Либо просто-напросто примириться, да, и все. И отекает, но отекает, или еще что-то. То есть вот такой вот, вот такой вот мой ответ. И я вот сейчас иду, готовлю, смотрю. Значит, вот я снова здоров, я там сделал такие надписи, что она распространяется автором бесплатно в моей книге, но потом, потом я, знаете, просто-напросто, я как-то спокойно к этому уже отношусь, но тогда это просто-напросто меня оскорбило, что даже с дарственной подписью, бесплатно, и вот это вот написано, что было бесплатно, толком там, я не знаю, если человек 10 в моей книге попросили, я им сделал, больше никто, ничего никак. И сейчас все, я вот эти вот, значит, объявления из книг удаляю, что-то там она бесплатна, это не такие какие-то там, знаете, огромные там деньги. Ну, ладно, там о деньгах, это все, это ерунда. Если захотите, напишите мне на электронную почту, и мы с вами, так сказать, согласуем этот момент, этот момент. И вот я смотрю, вот просто, знаете, мне как бы сказать, я как-то занимаюсь книгами, вот, возможно, это действительно мое дело. Мне интересно книгу от задумки уже воплотить непосредственно в печатный вариант, ну, так как печатный вариант под силом, но зато, зато вот именно в электронном виде, где возможностей больше, вот тут-то, вот тут-то я могу, так сказать, все это дело сделать так, как мне нравится. Ну, вот я лишний раз, значит, просматриваю «Основу здоровья». «Основу здоровья» – это та книга, которая пришла на замену целительным силам. Можно пользоваться и теми же целительными силами, а можно, значит, вот «Основами здоровья». Кстати, они тоже тоже немножечко, ну, на мой взгляд, уже устарели. Как устарели? Знания идут новые, 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 новые. И я чувствую, что я могу сделать гораздо лучше, преподавать эту тему. Ну, это ж надо сидеть, заниматься, так сказать, иметь чугунную задницу, потому что должна быть вот эта вот усидчивость, особая усидчивость, когда человек сидит вот часами, часами. Не просто так, не говоря о том, что голова должна работать, что и как. Ну, биоритмология, какие биоритмы, как это все работает, какие-то органы, янь там, инь, все это дело. Недельные биоритмы, приложения пошли. Такое, что я тут еще подправил просто-напросто, где-то там текст, какой труд, капитальный труд, все мои, красотища. И знаете, вот, в отличие от блогеров других, которые, знаете, просто-напросто, вот тот же доктор Берг, он просто, грубо говоря, витамин Ду, там, про витамин Ду и так сказал, вот это там сказал, то он сказал. То есть идет подача информации какими-то мелкими частями, и вот человек думает, что ему достаточно вот этого. На самом деле, на самом деле, когда вот я на своей практике сталкиваюсь, должно быть понятие, если есть понятие, общее понятие, дальше уже, уже, так сказать, разбивается на какие-то частности. А если нету понятия, вот эти все какие-то мелкие фрагменты, это вот такой витамин у тебя не хватает, это вот такой там у тебя что-то не хватает, все это может помочь в каких-то редких случаях, потому что люди, они вот не пишут. Вот как мне там написал, трещина прямой кишки, и что я не пробовал, мне это не помогает. И все, вот трещина прямой кишки. Ну, трещина прямой кишки здесь, как бы сказать, треснула, и потом что-то не заживает. Почему там не заживает? Да потому что человек постоянно ходит в туалет, по свежей ранке все это идет, и опять ее разрывает. То есть здесь нету, как бы сказать, времени для ее заживления. Чтобы создать время для ее заживления, вот если тупо мы только берем вот эту вот ранку в прямой кишке, трещину, чтобы она зажила, должно быть как определенное время. Определенное время можно создать путем голодания. То есть вы голодаете. Сначала сделали клизмы, сделали, значит, вымыли содержимое толстого кишечника, чтобы вы там не сходили в туалет. И суток, допустим, трое, пятеро, то есть семеро вы голодаете для того, чтобы все это затянулось и зажило. Я еще раз говорю, это только тупо для того, чтобы зажило. Далее-далее надо выйти из голодания так, чтобы вы во время выхода опять ничего там не порвали, не разорвали, не усугубили, так сказать, усугубили. Для этого надо, смотрите, особенно сейчас зимой, когда сухость и холод, вот в ампуле прямой кишки, там, где формируются вот эти каловые массы, колбаску должны, там идет всасывание жидкости. И если по каким-то причинам организм пересыхает, то именно в этом месте возникает своего рода, так просто говорю, сушь, которая, которая делает ткани, вот это вот прямой кишки, вот это все должно эластично растягиваться, оно делает более сухими, которые теряют свою эластичность, они просто-напросто рвутся, вместо того, чтобы растянуться, и потом, грубо говоря, опять на место. Плюс, плюс, что еще, это так вот, что касается ткани, это раз. Второе, это то, что сам по себе стул, то есть скаловые массы, могут до того высыхать, или, допустим, у человека там запор образуется высыхать, обезвоживаться, что они становятся настолько плотными, настолько, будем говорить, большими, плотными, как камни, вот действительно, что выходя через прямую кишку наружу, они уже просто-напросто ранят задний проход, вот это вот, своей твердостью, своей там сухостью, естественно, порвавшись, начинает там все болеть, начинает все это заражаться, начинает все это воспаляться, и это вот надо как-то решить, то есть здесь надо, значит, мы уже не берем такую вещь, как, допустим, запор, что надо убрать запоры, чтобы не было порыва прямой кишки, раз. Далее, надо обеспечить такое питание, чтобы у вас не было этого твердого кала, который разрывает, чтобы вы меньше натуживались, чтобы все это легко и просто шло. То есть разные причины, а не просто, что я чем-то там помажу, помажу, и она быстренько стянет, помазать, чтобы стянуло, да еще, чтобы вы в туалет не входили, да чтобы, если в туалет будете ходить, чтобы это все дело было как-то мягкое, не твердое. Тут и питание надо учитывать. И, грубо говоря, вот эту сухость и холод на всякий случай выгнать из организма, то есть теплые ванны принимать, или ванночки, вставлять смягчающие свечи свечи из сливочного масла. А не просто так, вот что, чувак. Короче, я сейчас все это дело прошел, вот, и приветствую, значит, переверстанно мной 28 мая 2018 года. Ё-моё, 2018 года уже практически 6 лет прошло. Можно еще сделать лучше, можно еще там что-то там добавить, что-то убавить, что-то сделать ясным, без всяких этих. Просто вот смотрю, поражаюсь, снимаю, какой труд был написан. Капитальнейший труд, вот, вот, все закрывает. И вот, когда ты работаешь, будем говорить, с информацией, вот, с книгами, вот, я как-то получаю удовольствие и удовлетворение. Между делами делюсь, делюсь с вами. Так, итак, значит, я это дело сделал, прошелся. Значит, он еще просит, просит целый список. Значит, основу здоровья я заделал. Дарственную надпись эту я уберу отсюда, проверил, и я могу это закрыть. Сейчас скажет, сохранить? Да, сохранить, я сохраняю. Теперь приступаем к самолечебнику. То есть, самолечебник, удивительная книга была написана. Смотрите, какие тут вопросы в самолечебнике. Многих читателей интересуют вопросы, в какой степени здоровье зависит от самого человека, насколько он может помочь сам себе. То есть, вот это оболванивание современное, которое сейчас практикуется, что человек ничего не может, анализы и больше никак ничего. Оказывается, давным-давно были исследования, исследования научные, которые так и... Знаете, даже я для вас это все дело зачитаю. Зачитаю. Многих читателей интересуют вопросы, в какой степени здоровье зависит от самого человека, насколько он может помочь сам себе. Статистика дает нам следующие цифры. На 20% здоровье человека зависит от наследственности. Никуда не деться, есть хорошая наследственность, есть. И еще на 20% состояние здоровья определяется экологической обстановкой, но ее уже можно самостоятельно регулировать. Регулировать в то или иное. Так, от здравоохранения здоровье человека зависит всего на 8,5%. Кстати, я, знаете, специально даже как-то не копаюсь в такой информации. Она сама приходит, то есть слышишь по радио, по телевидению, что оказывается онкологические заболевания, несмотря на то, что идут разного рода исследования, они помолодели. Помолодели, и как они были, так они идут, и без всякого якого. Вопрос. Вот эти все научно-исследовательские центры, вот эти фонды на исследование рака, или на лечение рака, что они делают? Вот что они делают? Вот если бы мне какие-то средства, такие, знаете, государства, или та же организация, ВОЗ, да я бы сказал, что исследовать, как исследовать, в каком направлении, и, естественно, были бы результаты. А здесь ничего, вот уперлись в химиотерапии, потом, значит, облучение и операции. И все. И дальше ждем, вот именно, ждем, что получится. Значит, рака у больного облучили, дали ему химиотерапию, и потом то, что они там убили, они там все вырезали, и якобы все это должно восстановиться, и насколько это восстановится. То есть ждем, что будет после наших этих самых манипуляций. И как показывает практика, там какого-то... Значит, здоровье человека зависит от 8,5%. Заболевания молодеют, и плюс еще, плюс это очень важно понимать, вот я сейчас, так сказать, у меня рельефно вырисовалось. То, что, оказывается, вот это лечение, которое предлагается для тех или иных заболеваний, оно само по себе ведет к обострению этих заболеваний, усугублению этих заболеваний, а не лечению. Так, значит, и 51,5% здоровья человека определяется его образом жизни. Итак, скажу, наследственность, ну, наследственность, ладно, наследственность. Но вот если вы будете знать особенности индивидуальной конституции, своей собственной, то вы вот этой наследственностью можете манипулировать. То есть, зная сильные и слабые стороны своей индивидуальной конституции, вы можете так, все это, образом жизни, там, питанием, движением, там, распорядком дня, сделать так, что это будет вам идти, как бы сказать, на укрепление. А если не знаете, на разрушение, то есть 20 этих процентов. Но тут еще, знаете, наследственность, я просто глубже смотрю, это еще зависит от того, насколько род силен, насколько он силен хорошими поступками, благородными. И, ну, в таком смысле, я вот даже вот так вот оценю, а не то, что там, вот, здоровье, там, хотя это зависит, да. Значит, 20% состояния экологической обстановки, это мы сами делаем. Плюс в этой книге, по-моему, или в других, а, в самолечебнике, а, да, вот это же как раз самолечебник, определение геопатогенных зон. То есть, вы свою экологию можете, вместо проживания, вы можете ее улучшить. Определите, стоит здесь жить, не стоит, как нейтрализовать это все, эти вещи, это все, вот в этой сети, это и геопатогенные, и прочее, прочее, там, этим с вами. Написано так, здравоохранение. Знаете, хочется сказать, держитесь подальше от этого здравоохранения. Может, так вам сохранить все это дело? Что потом сохранять уже нечего будет. Из-за того, что просто-напросто неправильно взгляд на здоровье человека. Без учета его, знаете, вот, особенностей работы организма, делаются какие-то манипуляции, какие-то там коррекции, лекарственные, хирургические, которые якобы должны вот это вот сделать. Вот тут они делают, а тут огромный пласт, который идет провал, и человек еще хуже. Ну, вот как с этими штырями. Вроде бы, там, они скрипели при переломе, это там, стопу, а она это, болит и все, ну и что, она же должна скрипиться и не болеть. Она будет продолжать у вас болеть, 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 чтобы жизнь не мила. Вот и 51,5% зависит от его, от его, значит, образа жизни. Ну и вот, смотрите, уже в 1861 году некто тролл написал, это 1861 год. Система лекарственной медицины ложна. Никто эту ложь не хочет признавать, а наоборот она ширится, множится, и все другие мнения подавляются, шельмуются. Не верна с философской точки зрения. Лечение должно не просто потом человек на каких-то таблетках сидеть и дальше там существует, а он заболел, после лечения он должен быть такой же здоровый, как и до болезни. Абсурдно, вот именно, абсурдно, с научной, враждебной природе, противоречит здравому смыслу, да. Катастрофично по результатам. Катастрофично! Вы можете попасть с пневмонией и после лечения, так сказать, остаться, это самое, бесконечности. Вам ампутируют, вот такое лечение вам предложат. Кота, она проклятие для человеческого рода. О, видите, я даже не, как бы сказать, не подбираю какие-то там специальные слова. Тут уже было всё сказано, человек, когда видишь всё это, это просто ужасающе. Система гигиенической медицины, которую мы утверждаем и практикуем, находится в гармонии с природой, соответствующей законам живого организма. То есть всё должно быть соответствием законам живого организма, как он работает, да. Правильно с научной точки зрения. А эту науку, знаете, вот то, что исследовали, и вот это как должно быть, её всё куда-то это самое, это нам не надо. Значит, положительно по результатам, она благодеяние человеческого рода. То есть вот в самой лечебнике, в основах здоровья и в ряде других книг, я стараюсь, знаете, не от себя чину писать, вот я там, светоч, вот считаю вот так вот, вот так вот, вот так вот. А опираться на естественные жизненные законы и учитывая их строй, лечение, оздоровление, укрепление своей собственной жизни. Ну вот как-то примерно так. Сейчас я тут пройдусь, уберу все эти там. Хорошо. Продолжение следует...